Погода 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 Напополам И рвутся орды Но наверх не сметь Там слева по борту Там справа по борту Там прямо по ходу Мешает проходу Рогатая смерть Спасите наши души Мы бредим От удушия, спасите наши души, спешите... Все изменилось. Жизнь и люди. Любимый взгляд и лишь оскоменной иллюзии. Внутри, как яд. Нас эта песенка будила, открыв глаза. Она по проволоке ходила и даже за. Эпоха петь нас подбивала. Толкает спять. Не запевалы, подпевалы нужны опять. Ребята, если мы пойдем у них на поводу, у старой гвардии, то все закончится. Что закончится? Все. Будущее, прошлое, настоящее. Может быть даже мы закончимся. Может быть государство закончится. Вот. За это мы и выпьем. Чтоб это государство наконец закончилось. Ты напился, Вакс. Толком не успел. А по-моему, он напился и не соображаешь, что говоришь. Я пью. За то, чтобы это государство кончилось. И кончился этот бред. Чтоб на месте СССР возникло что-то другое. Прекрати, Вакс. Ну, тогда я выпью за это один. Я с тобой. Он думал о том, что такое тост. Ему казалось, что это реальная сила. Слово, подкрепленное энергетикой выпитого. Желание, которое должно материализоваться. Пусть сдохнет это государство, сказал он. И был уверен, что так и случится. Может быть даже завтра. Стоит только пожелать этого страстно по-настоящему. Пожелать. Закрыть глаза. А потом открыть. И желание сбудется. Ваксон. Здравствуйте. Я Мария Ежель. Здравствуйте. А можно увидеть Ваксон? Да. Ты в Москве. Привет. Привет. Прилетела сегодня. Что происходит здесь? Я не понимаю. Мира. Почему она является сюда, как к себе домой? Мира! Помолчи. И может быть поймешь, зачем она здесь? Вот это письмо. От Виктор. От кого? От Витьки. Мама, не сердись на меня. Я поступил так, потому что иначе не мог. В Париже мне очень хорошо. Здесь свобода. Мне кажется, что папа понял бы меня. И ты поймешь. Я уверен. Очень тебя люблю. И Мерку тоже. Я купил для нее эластичный купальник. Видите. Вот. Эластичный. Мама. 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 Тихо, 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 тихо. Господи. Мой Бог. Почему они так? Потому что потеряли сына и брата. Но он жив? Он здоров? Он в Париже? Не понимаю. И, боюсь, никогда не поймешь. По-твоему, я совсем глюпая? Ты счастливая. Слишком счастливая, чтобы все это понять. Как он решил остаться? Позвонил. Приехали ко мне, привез эти бумаги. Твою рукопись. Я провезла его по Парижу, показала разные, ну, знаешь, Монмахтух, Елисейские поля. Не знаю, не был. Потом мы зашли в ресторан поужинать. И вдруг он сказал, что не хочет ехать назад. Попросил помочь, я помогла. Это было неправильно? Правильно, Марина. В том-то и ужас, что правильно. Но его мать так кричала. Ничего, мать откричится, а ему жить дальше. Водку, салат. Хорошо. Но нет. Вино. Если можно сухое, я узнаю. Я отдала твою рукопись в издательство Галимар. Они сказали, отличный роман, готовы его издать. Как только ты скажешь да. Ты скажешь да? Не сейчас. А когда? Я подумаю. Ваша водка. Спасибо. К сожалению, из сухого только шампанское. Давайте шампанское. Хорошо. Как ты можешь здесь жить? Знаешь, как сказал буэт Мандельштам, я люблю эту бедную землю, от того, что иной не видал. Давай. Кто такая Мария Жен? Мария Жен? Французская актриса с русскими корнями. В нее был влюблен Влад Вертикалов. Влад Вертикалов, это ведь Высоцкий, насколько я понял. Ну, если ты это понял, то, наверное, тебе не трудно догадаться, кто такая Мария Жен. Она была странная. Ничего не понимала в нашей жизни, но усердно и исправно моталась туда-сюда, как связной между двумя мирами. Мама, зачем ему в Париже что-то? Станы с начесом. Скоро зима. Он взял с собой теплых вещей. Ваксон? А что это у тебя в рюкзаке? Я должен отвечать на этот вопрос? Можешь не говорить, ответ и так известен. Это посылка для твоего Шурина. А несешь ты ее Мария Жен, которая на днях отбывает из Москвы в Париж. Только не надо делать этого, Ваксон. На границе ее наверняка будут трясти, если найдут письмо, записку, любую связку между твоей семьей и этим парнем, Витей Репином. У тебя будут проблемы, не только у тебя, у Марии Жен, у всей твоей семьи. Извини. Вот будешь стоять в арке на ветру, у тебя тоже будут проблемы. Мои проблемы мне известны. Подумай о своих. На днях тебя вызову к себе на беседу. Ну давай сделаем так, чтобы дело закрыли. Вот как интересно. Ты себе как это представляешь? Что я должен сделать? Осудить парня? Выступить в печати? Это было бы очень хорошо. Но ты этого не сделаешь, я знаю. Тогда что? Ну вот как раз ничего. Не надо делать ничего лишнего. Не ходи ты на встречу с этой чертовой француженкой. Не передавай ты ей посылку. По крайней мере пока дело не будет закрыто. Хорошо. Слушаю. Алло, это Ваксон. Это Ваксон. Вакси, привет. Я тебя жду. Ты где? Наша встреча отменяется. Так получилось. Пожалуйста, передай ему на словах, что мы его любим. И что он ни в чем не виноват. Хорошо. Передам. Приезжай просто так. Почему нет? Здесь Нелька. И мы пьем не советское шампанское, а хороший коктейль. Спасибо, Мария, но я боюсь ничего не получится. Что касается Неллы, передай ей трубку, пожалуйста. Он хочет говорить с тобой. Возьми трубку. Алло. Нелка, послушай. Это будет жутким свинством с моей стороны, если я опять попрошу тебя о помощи. Нет, не жутким, проси. Ты можешь мне дать ключи от своей квартиры? Конечно, Ваксон. Конечно. Спасибо тебе. Мне надо идти. Почему он не хочет меня видеть? Он никого не хочет видеть, кроме своей Ролизы. Она красивая? Она несравненно красивая. Но дело не в этом. А в чем? В чем? В чем? В чем? В чем? Ни слова о любви. Но я о ней ни слова. Не водится давно в гортани соловьи. Там пламя посреди пустого небосклона. Но даже в ночь любви ни слова о любви. Проходи. Ну, располагайся. Живи. Жить, Нелка, я могу исключительно по месту прописки, а здесь только бывать. Тогда бывай. Ян разозлится, наверное. Поздно злиться. Поздно жалеть и менять жизнь тоже поздно. Неправда. Вот это никогда не поздно. Вакс, это самый большой романтик из всех не поэтов, которых я знаю. Потому что не поэт. Странно, что мы с тобой не влюбились друг в друга. Хотя это к лучшему, конечно. С вирепей дружбой нет любви. Пока. Ой, ключи. Спасибо. Спасибо. Магазины скоро закроются. Ничего. Зато вокзалы и аэропорты работают круглосуточно. И что? Уедем. Улетим. Ты же знаешь, Вакс, это не выход. Не выход. ВСКОРОЧНАЯ МУЗЫКА Звяжемся через Нылку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он пытался представить, какая она, когда приходит домой после близости с ним. Целует ли мужа? Улыбается? Весело щебечет? Он бы дорого дал, чтобы хоть раз увидеть, как это происходит. Поначалу ей страшно, наверное. Надеваться некуда, и страх порождает вранье. Вранье привычку. Привычка придает достоверность любому вымыслу. Так оттачивается мастерство лгуна. Что купила? Кофточку. Покажешь? Если тебе интересно. Конечно. Семен? Ну как? Ну как, ты уж очень скромненько. Правда? Ты похожа на гражданку, которая пришла в правком просить бесплатную путевку на юг. Так оно и есть. Я и есть советская гражданка. Так мне и надо. Ралиса, у нас все в порядке? У нас все чудесно, гражданин Кочевой. Честная пионерская. Присаживайтесь. Что вы знали о планах вашего родственника попросить политического убежища во Франции? Ничего. Я думаю, что у него и в планах этого не было, когда он уезжал. Иначе бы посоветовался со мной. Считаю, что его решение остаться пришло внезапно. Вся эта, знаете ли, мишура. Фальшивые ценности капитализма подействовали на неокрепшую юношескую психику. Поясните, для чего вы снабдили вашего родственника телефоном французской актрисы Марии Жен? Я полагал, что она покажет парню Париж. Что она, собственно, и сделала, а он вдруг взял, да и решил остаться. Мария Жен здесь совершенно ни при чем. Она просто обожает Советский Союз. Кроме того, является членом социалистической партии. Партии. Вот здесь поставьте число и распишитесь. И вот здесь распишитесь, это оповещение о снятии подписки. То есть теперь я могу свободно перемещаться по просторам нашей Родины? Да. В пределах государственных границ, разумеется. Куда-то собираетесь? Никуда особо. Просто съезжаю с квартиры. Мы с женой решили пожить отдельно. А что? Ничего. Можете идти. Всего доброго, товарищ Вакас. Всего доброго. Нелла. Послушай, у меня работа. Сроки поджимают. Издательство ждет. Работай. Как? Как я могу работать в этом облаке скорби? Может быть, ты наконец объяснишь, что случилось? Что опять не так? Все так. Все так. Я хочу в Москву. В Москву. Три сестры. Антон Павлович Чехов. Ошибаешься. Не Чехов. Максим Горький. Старуха и Зергиль. А это здесь при чем? При том, что рядом с тобой я чувствую себя вечно недовольной старухой. Ну, в таком случае, выйди замуж за пионера. Почувствуешь себя вожатой. Хорошо. Если все так страшно, вот, возьми ключи от московской квартиры. Съезди. Развейся. Развейся. Как прах. Развеяться, рассыпаться. Исчезнуть, улететь, раствориться. Исчезнуть! Нельзя ли не орать? Нет, нельзя. Крик – единственное доказательство, что я еще жива. Ты пьяна. Я трезва. И я от тебя ухожу. Убываю, как и было обещано. Мы рады. Мама, говори за себя. Я очень рада. Можешь мне зайти к Лёше? У него послеобеденный сон. Когда он проснется, я скажу ему, что ты уехала в командировку. А потом я его смогу навещать? Потом? Да. Уходи уже. Ради Бога. Уходи уже. Мама, мне страшно. Девочка моя, у тебя есть Леша, у меня есть ты. Мы все равно семья, мир, девочка моя. Девочка моя. Девочка моя. Девочка моя. Девочка моя. Она говорит, что умерла. Не клади! Алло. Нелка, привет. Что-то случилось? До Вакса. Я умерла, просто меня еще не похоронили. Понятно. А меня освободили от подписки, и теперь я абсолютно свободен. Сколько интересного в мире живых. Я ушел из семьи и стою с чемоданом на улице. Ты чувствуешь себя счастливым? Ничего не чувствую, Нелка. Только смутный страх и холод. Вакса, держись. Через это надо пройти, пока ты жив. Нелка, скажи, я могу окончательно поселиться у тебя в квартире? Не приходить уходить, а именно свящать. Безусловно. Спасибо тебе. Конечно, Макс. Что-то мешает тебе меня бросить? Нет-нет, ничего не мешает. Ну, тогда валяй. Дай мне ключи. Какие ключи? Ключи от твоей квартиры. В моей живет Ваксон. У него большие неприятности. И поэтому ты собралась уйти от меня в мою же квартиру. Оригинально. Пожалуйста, не жонглируй словами. Пожалуйста. И ключи от машины. Ты все равно сидишь в Переделкино. Согласись, не тащися же меня с тяжелым чемоданом в электричке. Ты благородный человек. А ты разрушительница. Ты не способна хранить, что имеешь. Только потом. Вспоминать и страдать. Вот твое жизненное кредо. Вспоминать сподручнее, чем иметь. Мне вспоминать сподручнее, чем иметь. Когда сей миг и прошлое мгновенье Соединятся, будто медь и медь. Их общий звук и есть стихотворение. Люблю сейчас, но подлежа весне, Я ощущала только страх и вялость К объему моря, что в моем окне Мерещилась и подразумевалась. Не в этом ли разгадка ремесла, Чьи правила Смертельный страх и доблесть Блеск бытия и жить Спалить дотла И выгадать его Бессмертный отплеск. Спалить дотла И выгадать его Бессмертный отплеск. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Спасибо за информацию, но вы не туда попали. До свидания. Какая-то Вероника Арнольдовна приезжает завтра на Курский вокзал. Поезд какой не помню. Бедная Вероника Арнольдовна. Ее никто не встретит. У нас, кстати, хлеб закончился. Я, пожалуй, пойду схожу в булочную. Отлично. А я смотаюсь на студию туда и обратно. Гарик привез не тот вариант сценария. Идиот. Пока. До вечера. Едем куда-то? Да, прямо. В смысле? Уезжай со двора. За домом, прижмись к обочине. Остановись. Выходи. Сейчас я поеду дальше до Цыковской столовой, а ты вернешься и проследишь за моей женой. Она собиралась в булочную. Проследи, что за булочная и по какому адресу. А если правда булочная? Вот это я и хочу знать правду. Понял, товарищ Кочевой. Да. Да. Остальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И правда лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вакс, привет! Милка позвонила, сказала, что ты здесь, я прибежала. Нет, не могу. Не могу. Я только в магазин выбежала за хлебом. Ты что, голодная? Я тоже. Все, надо бежать. Нет, 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 я не могу. Ё-моё. Прошу прощения, к вам человек, говорит ваш водитель. Пускай войдет. Ну, что там? Вот адрес. Подробности? Мне не удобно, товарищ Кочевой. Видишь как? А ей удобно. Слушай, товарищ Келькичев, Кочевой беспокоит. А, Семен, рад. Ты здесь, что ли, по внутреннему-то звонишь? Ну, давай, давай, поднимайся, я жду. О, Семен, это ты зря. Что же я? Не налью в боевом, товарищи. Ну, что ты? Как? Проблемы? Или просто расслабляешься? Ну, я слушаю тебя. Помнишь, мы были на премьере Анны Карениной? Были. И что? Я Каренин. В каком смысле? Мне изменяют. Я ревную. Схожу с ума. Опять этот подонок, Ваксон? Да. Акородим. Акородим. Надо поговорить. Ты откуда знаешь этот адрес? Ты сказал, что уходишь из семьи. Мне надо было выяснить, куда. То есть ты объявил за мной слежку? Установил наблюдение. После того, как ты зачем-то разоткровенничался в моем кабинете, мне надо пришлось принять меры. Жучков уже понатыкали? Нет, еще не успели. Но в любой момент может прорвать отопление и приедет ремонтная бригада. Ясно. Ждешь свою пассию. Слушай, полковник. Или может уже генерал? Вряд ли дотяну. Если ты сюда явился, чтобы меня стыдить, зря теряешь время. Моя личная жизнь никого не касается. Ясно? И уж точно не имеет отношения к эмиграции моего родственника. А эмиграция твоего родственника сейчас вообще никого не волнует. Дело в том, что три дня назад политическое убежище за границей попросила дочь Сталина. И твой родственник, как ты сам понимаешь, на этом фоне явно проигрывает. Тогда в чем вопрос? Как раз в твоей личной жизни, в твоих отношениях с Ралисой Кочевой. Оставь ее в покое. Вопрос будет закрыт. А иначе все пойдет в ход. И эмиграция твоего родственника, и доносы из союза писателей. Или придумает какой-нибудь другой компромат. Ваксон, неужели у тебя так к ней все серьезно? Вот эту тему я уж точно ни с кем не хочу обсуждать. Тем более стоп, будешь извини. Да я-то изменю. Просто они не дадут вам жить. Хочу, чтоб ты это знал. Подпись доброжелатель. Недалеко от истины. Недалеко от истины. Что вы так смотрите? Ничего, просто смотрю. Идите к черту. Иду. Интересуешься этой дамой? Тебе какое дело? Как зовут? Гарик. Пойдем поговорим, Гарик. Что-то я не пойму, кто ты. Водитель, сыщик. Приписан гаражу номер один при ЦК КПСС. Тогда какого черта лезешь не в свое дело? Это не я. Ну, то есть, мне шеф приказал посмотреть за его супругой. Она налево ходит. Ну, ты, я смотрю, тоже. Государство тебе платит за одно, а ты занимаешься совершенно другим. Я… Знаешь, как это называется? Ну, я не по своей воле. Я просто не мог отказать шефа. Он уважаемый человек. И ко мне относится, как к родному. Подарки из-за границы, премии к праздникам, да? Да. Понимаю. А если не хочешь сесть за незаконную предпринимательскую деятельность? Не хочешь? Нет. Завтра подашь заявление о переводе в гараж номер три при горосполкоме. Попросишься в разъездную машину. Товарищ подполковник. Зарплата там, конечно, ниже, знаю. И продуктовые заказы хуже, чем у персональных водителей. Но других вариантов для тебя не осталось. У меня двое детей, семья, близнецы. Мы с женой и так елетянем. Пожалуйста, очень вас прошу, пожалейте. Государство мне за жалость не платит. Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! Товарищ подполковник тулов. Товарищ под tearsons не вам помогал? Ну, получается. И как вы можете это объяснить? В семье не без урода. А где Гарик? Его перевели в гараж номер три. Вот так вот просто? Начальство виднее. В обед заедешь на елочный базар, подойдешь к продавцу, назовешь мою фамилию. Елку отвезешь ко мне домой. Ну и себе заодно выбери деревце. Сдачу оставь. Я извиняюсь, товарищ Кочевой, но по новой инструкции это запрещено. Что запрещено? Все, что не связано с прямыми обязанностями. Начальство так и сказало, возить вози, а чего другого не-не. И деньги ни в коем случае не брать. Чушь какая. Может и чушь, но только зачем мне неприятности перед Новым годом? Что у нас с Новым годом? Генри зовет меня к себе в мастерскую. В каком составе? Катя. Ты же понимаешь, в каком? Как мило. Давай не будем об этом. Все, и так сложно. Да, я понимаю, что очень сложно. Мы кочевые. Мы кочевые. Мы очевидно. Сегодня ночью переночуя. А там увидим квартиры наши. Конспиративные, как в спиритизме. Чужие стены гудят, как храмы. Чужие трамы. Как я люблю, когда ты читаешь стихи. В Москву. Катя. В Москву. В Москву. Продать дом. Покончить все здесь и в Москву. Катя. Катя. Я не могу так больше. Невозможно. А знаешь что? Катись-ка ты отсюда. Катя. Ну зачем ты так? Ты что думаешь, что я должна быть счастлива, что ты принес мне елку? Я должна скакать под ней и зайчиком? Одна в Новый год? И радоваться, что ты мне читаешь стихи? Да? Катя. Я устала. Катя. Все. Я устала. Субтитры сделал DimaTorzok Я думала, ты принесешь елку Я тоже так думал Но не совпал с действительностью Ну что мне для тебя сделать? Хочешь, я уеду в Дубну? Я уеду Нет Никогда Что бы ни было Не бросай меня Заглядаю Быть или не быть Вот в чем вопрос Достойно терпеть безропотно позор судьбы Или надо оказать сопротивление Восстать Вооружиться Победить Или погибнуть Умереть Уснуть И знать, что этим обрываешь Цепь сердечных мук И тысячи лишений Присущих телу Это ли не цель Что всем желанно Умереть Уснуть Уснуть И видеть сны Вот и ответ Какие сны В том смертном сне Приснятся Когда покров земного чувства снят Вот и раскатка Вот что удлиняет Несчастье в нашем жизни На столько лет А то кто снес бы Ложное величие Правителей Невежество Вельмоз Всеобщее притворство Невозможность Излить себя Несчастную любовь И призрачный заслуг В глазах Ничтожеств Когда так просто Сводит все концы Удар кинжала Кто бы согласился Кряхтя под ношей Жизненной плестись Когда бы неизвестность После смерти Боязни страны Откуда ни один Не возвращался Не склоняло бы волю Мириться лучше Со знакомым злом Чем бегством К незнакомому стремиться Так всех нас В трусов Превращает мысль И вянет Как цветок Решимость наша Бесплодье Умственного тупика Так погибают Замыслы С размахом Вначале Обещавший успех От промедления Долгого Но тише 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 Там слева по борту Там справа по борту Там прямо по ходу Мешает проходу Рогатая смерть Спасите наши души Закройте дверь, пожалуйста Спасите наши души Мы предим От удуши Спасите наши души Спешите к нам Услышьте нас На суше Насос Все глуше Клуше И ужас Режет души Напополам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова